Радио 54 Первое. Областное радио Что уже есть, да, в студии Радио 54 Мы, конечно, сфотографируем, но вот так Вживую пощупать. Есть возможность человеку Прийти и вот с таким образом Прикоснуться к истокам творчества Запросто. Стоит чемодан прямо у нас Под соединенной студии. Дело в том, что был такой поэт Анатолий Маковский, и у него Хранились стихи в чемоданах. И до сих пор, кстати Хранится архив Маковского недалеко от Новосибирска В деревне Сокур у Евгения Павловича Иорданского. Несколько чемоданов Маковского С его рукописями. Не только его стихи, но и Стихи многих его друзей, московских поэтов Питерских. Его переписку мы сейчас разбираем Переписку, причем с очень яркими Авторами московскими. С Луцки, например, там присутствует И так далее. Вот И чемодан его потерялся Вернее, не совсем чемодан, а такая тележка Знаете, у бабушек бывает тележка, например На дачу ездит. И вот где-то в начале 90-х годов У него эту тележку в электричке сперли И он сильно расстроился, конечно И его это покрасило. Вообще Маковский это очень важный поэт Для Новосибирска поэзия. Одно из самых важных имен Я расскажу о нем немножко, да, можно? Да, конечно, конечно. Он в 60-е Годы после аспирантуры МГУшной У него и до аспирантуры была дивная биография Он был сыном полка в Берлине. До этого он Вместе с театром Разлова оказался на оккупированной территории И так далее. Потом в детдоме В Иркутске. Он закончил МГУ в конце концов И по распределению приехал в Новосибирск Работал программистом в Академгородке В НИИ-систем Программист, на секундочку, да, вот это важно Он был очень крутой программист Сколько грани личности, да? Он работал над, скажем, изобретением Вечного двигателя, всякие такие штуки изобретал И примерно до конца 70-х годов проработал В этом НИИ. Причем он Брал к себе в сотрудники, в свою лабораторию Он был завлабом разных поэтов, таких как Ивана Овчинникова, Жанна Зырянова, которые в программировании Вообще не шарили, ни капель Могли только в магазин бегать И в таком усеченном составе он все соцсоревнования Выигрывал в своей лаборатории И когда он приехал в Новосибирск Он вообще все с ног на голову тут перевернул Рассказал, кто такие абориуты, кто такие концептуалисты И так далее А было в то время очень яркое лето Фанякова В которое он влился И, в общем, это был всплеск Новосибирской поэзии, один из самых ярких всплесков Это середина 60-х И Фаняков в 74-м, кажется, уехал обратно в Ленинград А в 95-м Маковский пропал без вести В Киеве Вот с конца 70-х, когда он бросил работу программистом Он стал странствовать по стране много И в конце концов пропал Он потомок художников Маковских известных Ну, грубо говоря, внучат и племянник Владимира Егоровича и Константин Егоровича Маковских И вот даже у нас в городе Есть такая улица Маковского, может быть, вы знаете Она идет параллельно восходу, чуть ближе к автовокзалу И она перескальт улицу Зыряновскую И это вообще для новосибирской литературы Такое мистическое место Потому что была поэтесса Жанна Зырянова И был поэт Анатолий Маковский Естественно, ни та, ни другая улица не имеет никакого отношения Но для новосибирских литераторов Это такое знаковое место Ну и неизвестно, да, до сих пор, что же в итоге с ним произошло Там мутная какая-то история с квартирой была Ему осталось довольно большое наследство от мамы То есть вот архив живописи какой-то Часть живописи он передал Киевскому музею А часть вот осталась И там, ну, как-то он пропал Евгений Павлович Иорданский в то время ездил Искал какие-то концы Ну, в общем, там грустно все А призовой фонд премии составит Трехлитровая банка денег На секундочку Которая также установлена в студии 312 И она еще пополняется какими-то Дополнительными литрами Дополнительными взносами Ну, конечно, приходите пополнять Еще время есть Можно пополнить, правда? А сколько там так на глаз примерно уже? Ну, мне кажется, 1015 там есть 1015, ну, нормально, приятно Хороший фонд, да То есть можно прийти в январь-февраль Какие строки еще положить? Ну, вот сейчас смотрите Мы разбираем рукописи Поскольку тексты рукописные Это все-таки некоторая труда с нашей стороны требует Мы с моим другом Виталием Шатовкин это разбираем Сейчас цифруем И потом такая идея, чтобы премия была неангажированная Чтобы мы не в виде между собой взяли И там какому-то своему товарищу Типа там Славы Михайловой и Юлии Пиваровой Выдали эту премию Мы придумали такую штуку То есть мы определяем какой-то довольно широкий шорт-лист С друзьями И отправляем его московским поэтам Которые, ну, какие-то знаковые имена С одной стороны мы с ними знакомы А с другой стороны они дружили с Маковскими Это три поэта Иван Ахметьев, Герман Лукомников и Михаил Эйзенберг И вот мы сейчас им после обработки эти тексты отправим И они уже выберут победителя Сами выбирают, да? Может быть что-то из заявочек Давайте погрузимся Вообще современная поэзия Это очень интересно Она очень многогранна Давайте посмотрим, какие заявки Почитаем Погрузиться в атмосферу хочется Кто участвует в конкурсах? Участвует очень хороший поэт Я не знаю, имена следует называть? Конечно, авторы пусть звучат Нужно Вот, например, стихотворение Ивана Полторацкого Такого прекрасного поэта Родма Залматы Который сейчас живет в Кольцово Называется «Скетч» И тут как-то по-немецки Ферст Танислав Михайлов Посвящение, в общем В общем, я попробую разобрать Тут рукопись, я повторяюсь В Новосибирск приехал Монти Пайтон А ты сиди и даже не пытайся Изобразить февральский перегиб Когда бы мы тебя не берегли И кто-то стоял над бездной под Москвой Вполне уподобляясь звуковой Укутав шубу в сигаретный дым Как Цезарь Заришься на лезвие звезды В бараке с Ером Первый террорист Подай нам бомбу, милый трисметист Чтоб цирк... Ну и так далее Ну, есть, бы ты почувствовал, да, настроение? Да-да-да-да-да Или вот, например, Юлия Пиловарова Под сумму бродит девка красная Не собираясь покупать Она разглядывает разное Погреться и в метель опять В кино бы ей с ее талантами Переодеть и причесать Над продавцами-консультантами Она глумилась полчаса И время до свидания в рюмочной Она растягивает так Там будет ждать ее горючее И нерешительный чудак Ухмылка ледяная севера Мороз-мороз давно знаком Вот снова варежку посеяла А обувь легче босиком Ай, хорошо, да Знаешь, я не могу это точно описать Зарисовочка прямо Да, у современной поэзии Именно вот эта черта, мне кажется, присутствует Возможно, я ошибаюсь Но по моему дуятивному ощущению Примерно такая корнига складывается Ну, это еще во многом традиция Сибирской поэзии Основанная на каком-то Ну, вот я это называю Несущая частота Неопримитивизма, что ли Такая она достаточно простая Но при этом она Очень гармоничная И очень сложно устроена, на самом деле То есть она, на первый взгляд Может показаться простой Я вот еще хотел один стишок прочесть Это вот журнал «Ликбез» такой вышел Мы просто с Юлией Пивоваровой Которую я сейчас читал Ездили в декабре месяце В город Санкт-Петербург Где она попала в шорт-лист Григорьевской премии Премия Ну, то очень почетно Премия в честь Геннадия Григорьева Это одна из самых крутых поэтических премий В России Вообще в Питере было очень много Известных поэтов Григорьевых Олег Григорьев, Геннай Григорьев Дима Григорьев сейчас есть такой Вот И Игорь Караулов Куратор этой премии Он меня в этом году позвал Быть номинатором То есть я номинировал Несколько поэтов Юлю, Славу Михайлову И Наташу Николенкову Из Барнаула И вот Юля Из сорока номинантов Вошла в шорт-лист Стала одним из пяти шорт-листеров Вот И мы, значит, с ней скатались в Питер И там же Слава Михайлов был Потому что он ездил Параллельно в Москву Премию Анинского получать В общем, урожайная такая была Осень, начало зимы Вот И в Питере Сейчас такой есть Слава Корнев В которой издают журнал «Ликбез» Он раньше в Барнауле издавался Потом переехал в Питер Потому что Ну, в Барнауле, в общем, грустно Ликбез — это расстроится Это сейчас очень хорошо А почему в Барнауле грустно? Можно узнать подробности? Ну, потому что Что-то ты стараешься Что-то делаешь А как-то никому это не надо Не слышат, да? Ну да В Новосибирске чуть получше с этим А вообще в окрестного города В Кемерове, в Барнауле Ну, в общем-то, в Томске Такая ситуация у меня очень веселая Ликбез — у них расшевывается Ликвидация безнравственности Вот И в этом номере ликбеза Это как раз просто связано с тем Что я рассказывал про перекресток Улиц Заряновска и Маковского Мы в нашей студии часто проводим У нас прижился такой формат Лабораторная работа Когда мы идем в какую-то точку города И что-то про это место сочиняем Ну, или не сочиняем Как получится, как настроение И вот мы ходили летом Или даже весной Может быть, прошлого года На улицу Инскую Это самая старая улица у нас в городе Которая идет параллельно речке Аби Большим очень составом Вот И что-то сочиняли Есть такая Лера Яковлева У нас в студии Очень хорошая девушка Поэт и архитектор Она занимается сохранением Архитектурного наследия Вот мы вместе с ней занимаемся Домом Янки Кроме того, она занимается Инской улицей Военным городком и так далее И вот понаписали стишков И Слава Корнев опубликовал Я очень скромно прочту свой стишок Который написан там Наконец-то Я вот как раз хотела попросить А вот интуитивно Здесь есть такое понятие Крестик Инской Это имеется в виду перекресток Пересечения улиц Инской И Маковского Вот И я вот не очень люблю такое Знаете, бывает о Микошонстве Когда говорят в стихах Сереже, Есенин Там или еще что-то А здесь есть такие слова Толик Маковский Но мне кажется, здесь это оправданно Потому что это Ну, в виде прозвища Его просто Толиком Везде называют И получился такой стишок Крестик Инской На берегу Вспыхнет однажды Выйдут с тоской Наперекур Старые баржи И маячок Как светлячок Снимется с места Слышь, торечок Где твой сачок Адмиралтейство Ветер принес Из-за Аби Санта-Лючию Этот прононс Чистой любви Мы разучили Каждой весной Сверток к реке Тонет И бог с ним Крестик Инской Держит в руке Толик Маковский О, такой стишок Хорошо прогулялись Да-да-да Ты тоже заметила, что По-моему, что В декорациях у нас Студия изменилась Мы сегодня о премии Имени Анатолия Маковского С нами в гостях Антон Мительков Первое Областное радио